Вспомним сначала, да? Чем занимается философия? Чем отличается сущность от существования? Ну, существование – это существует или как существует? А сущность – это то, что и вся представляет вещь. В чем сущность стакана? В том, что он стакан. То, что он стакан. Это свойство. Ну, в широком смысле сущность – это действительно и свойства, и закономерности. Но, если одним словом говорить, что стакан – действительно, это не что иное, как… Он самый дорогой стакан. Что является предпосылкой философии? Язычество. А что такое язычество? Религия. Значит, строго говоря, давайте различать язычество и религию. Давайте, ну, можно назвать, конечно, язычество религией, но просто договоримся, что многобожие – это язычество, а вера ванного бога – это религия. Так что предпосылкой является язычество. Ну, и такая разновидность религией. Не так это важно. Как соотносится… Более сложный вопрос. Как соотносятся между собой боги? Язычество. А больше негде. Каждый из них абсолют в своей какой-либо области, не связанной с другими другими… Каждый абсолют в своей области, да? В русском языке не даром язычество от языка, потому что каждый бог – это как бы язык описания мира. Вот весь мир можно описать на языке Афродиты, на языке красоты, да? Точно так же весь мир можно описать на языке Аполлона, язык истины. Или язык закона. Или язык власти. Весь мир. А что такое абсолют? Начало и конец. Ну, неплохо. Нет, правда, хорошее определение. Я не встречал такого определения, но оно хорошо. Абсолют – это начало и конец. Змея, кусающая хвост, да? Начало и одновременно – конец. На чём мы остановились? На совести враги. Да, на совести. Точнее, на её отсутствие. Почему, как говорил Ницше, у древних греков нет стыда? Потому что у них нет иерархии, ценностей. Ну да, что они как бы не судили, что какой бог выше, а какой ниже, потому что они как бы все отвечали за разные вещи. Они всё равно. Да. То есть, если ты, например, поклоняешься Аполлону, ты не осуждаешь того, кто Афродитик поклоняется. Или Аполл. И у них как бы не было зла. А почему не было зла? А почему не было зла? Потому что у них очень хороших было, да. Ну да, раз нет предпочтений, то разница между ценностью и предпочтением. Сложный вопрос. Просто две недели прошло, многовато немножко, чтобы вы, наверное, ответили. Ну всё-таки. Ну, предпочтение – это когда ты выбираешь что-то зависимое от твоего места жительства и так далее. А ценность – это то, что внутри тебя сносимо с какими-то твоими ценностями моральными. Как раз вот с этой иерархией. Чуть подочнее, вы правильно говорите. Чуть-чуть поопределённее. Ну предпочтение ты сам выбираешь, а ценность в тебе уже есть. Ну да, в принципе нет. Какие это ценности, которые заложены в тебе твоим, не знаю, менталитетом, сознанием, которым у тебя сознание. Ну да, предпочтение – это, может, какие-то свои взгляды, которые ты в течение жизни не может поступить. Ну вот я выбрал Аполлона, а вы Ареса. Это предпочтение. Предпочтение. А почему это не ценность? Потому что все боги равны, и тут уже не будет никто тебя осуждать за то, что ты выбрал одно, а там я – другое. Ну да, ценность – это общая оценка. Предпочтение. Ну, вы всё правильно сказали. Предпочтение – это личный выбор, а оценка – это твой выбор, мой выбор. А оценка – это предпочтение, которое мы оба разделяем. Когда я считаю, что быть поэтом менее значимым, чем быть воином, и ты это знаешь. Ты воин, это знаешь. И я, поэт, это знаю. Когда я иду к любовнице, и я знаю, что это постыдно, и любовница знает, что это постыдно. Как-то на конференции, довольно приличная международная конференция, меня с удивлением спросил, причём священник спросил, «А что вы взяли вдруг, что теперь стыдно ходить к любовнице?» «А что, вы не в современном мире живёте, что ли? Почему вы думаете, что кому-то сейчас стыдно ходить к любовнице?» На что я его спрашиваю, «А ваша любовница знает про вашу жену?» Он говорит, «Знает». Я говорю, «А жена знает про любовницу?» А он говорит, «Нет». Вот и всё. Вот и ответ. Поэтому предпочтение – это личное предпочтение, а ценность – это предпочтение, разделяемое всеми. Семья выше свободной любви. У греков не было, у язычников, мы помним, да, что мы говорим о греках в качестве примера. Мы, ещё раз предлагаю вам получить удовольствие именно от чистого движения, мы берём многобожие как таковое, само понятие многобожие, и вытягиваем из неё с неизбежностью то, что в нём заключено. Если богов много, и все боги – боги, то значит нет ценностей. Это просто вытекает из сути одного слова – «много» – «божие». Раз все боги – боги, значит ни один не может помешать другому, значит они независимы. Это чистое движение мысли, это философия мифа, а не история мифа, не социология мифа. Работаем только со словом многобожие. Так вот, у язычника нет единого мира, и поэтому нет единого «я». Сегодня я воин, завтра поэт, потом семьянин, потом художник. И всё это через приобщение к одному из богов, которые равнодушны друг другу и не связаны единым богом и единым смыслом. Поэтому у язычника и нет единого «я». Потому что единое «я» – это и было бы единством смыслом, единством жизни. А это из многобожия никак не вытекает. Как это осознаётся самими язычниками. С одной стороны, как свобода от ценностей, согласитесь, да, как мы с вами говорили, на уровне личности – это совесть, на уровне общества – это что? Идеология. И свобода от ценностей – это действительно удивительная вещь, которой хочется заимствовать у язычников. Не правда ли? Или вы решительно не чувствуете себя способным к язычеству? Что-нибудь отзывается на эту ситуацию – отсутствие ценностей? Бессовестность, бесстыдность, не в смысле бесстыдности, разумеется, не в смысле бесстыдства, а в смысле свободы от ценностей и идеологии. Хотели бы мы заимствовать это у язычников? Да. Ну, пожалуй, да. И сами язычники это воспринимают как… Там кто-то… есть или это ветер? И сами язычники воспринимают это как величайшее свое достоинство и свободу, и возможность. Часто говорят, что примеры языческого искусства недостижимы для последующих эпох. И это прежде всего потому, что язычник действительно… ну, дальнейшее сознание уже не возвращается к такой свободе. И язычник действительно лишён этого вопроса «зачем?». Зачем ты пишешь стихи? Если есть иерархия ценностей, то этот вопрос обязательно возникает. Ты пишешь стихи, а зачем? Ведь есть ценность более высокая. Значит, ты пишешь стихи, и в этом писании подчиняешь себя более высокой цели, например, в морали. Искусство искусством, но аморальное искусство – это плохо. Даже если искусство само по себе хорошее. Возникает вопрос «зачем?». Ты воюешь? Хорошо, ты прекрасно воюешь, ты лучший из воинов, но зачем? Потому что, вероятно, есть смысл более высокий, чем убийство. Сколько бы оно искусным не было. Язычески свободно от этого. Если мы почитаем Гомера, то мы не найдём там примеров, объяснения битвы. Воин скачил, сколыхнулся и пошёл. Всё равно великолепное описание человека, для которого нет ничего, кроме боя. Как Браво Бортос говорил, я дерусь, потому что я дерусь. Я пишу стихи, чтобы писать стихи. Я играю трагедию, чтобы её играть. У греков, как ни у кого, в дальнейшем была представлена эта мысль чистой науки. Математика ради неё самой. Не ради того, что корабли правильно шли по морю там или землю поделить. Чего нельзя без геометрии грамотно сделать. Нет, геометрия ради неё самой. После греков уже такого сознания не было. Пифагор говорит, не надо знать геометрию, надо быть геометром. Это типично греческий, типично языческий взгляд. Нельзя научиться воевать, надо быть вот. С одной стороны, это безусловно так. Но есть другая сторона дела. Она заключается в том, что греки воспринимали своё многобожие и свою эту удивительную свободу, с другой стороны, как трагедию. Поэтому у греков в классический период настоящим искусством считалось именно трагедией. Почему трагедия? Если вы откроете любой учебник литературы или учебник классической литературы, вы увидите определение любой трагедии. Это противостояние героя и року. Героя и судьбы. В которой побеждает кто? Тогда бы не было трагедии, если бы побеждал героя. Побеждает рок. Всегда побеждает рок. А почему герой восстаёт на судьбу? Греческая трагедия действительно так строится. Почему человек восстаёт на судьбу? Потому что греческая судьба слепа. Три мойры. Первая. Перед первой кувшин. И она слепо засовывает руку. Кувшин берёт жребий. И так определяется судьба человека. Вторая мойра записывает этот жребий в книгу судеб. А третья ткёт нить жизни, держа на готове ножницы. Чтобы в нужный момент эту нить перерезать. Вот так определяется судьба. Судьба слепая, то есть бессмысленная. И поэтому герой восстаёт на судьбу не потому, что он хочет сделать участь лучше. Не дай бог так не подумайте. Он восстаёт на судьбу, чтобы придать ей смысл. И у него это не получается. Потому что судьба слепа. А почему судьба слепа? Как вы думаете, почему судьба слепа? Мы ведь выводим из многобожия всё. Потому что человек сам выбирает, чему отдавать своё предпочтение. Я не знаю. Может быть, то, что она меняется в этих поступках. Он может всю жизнь имитаться от одного. Но кто мечется, кто нет. Почему судьба с неизбежностью слепа? Почему бессмысленная судьба вытекает из понятия мнота Божия? Потому что нет единого бога и единого смысла. Значит, смысла нет вообще. Представьте себе огромное, логически бесконечное количество богов, которые никак не связаны между собой. Когда Афродита равнодушна Герия и наоборот. У мира нет единого смысла, а значит, и вовсе нет смысла. Многобожие не предполагает осмысленность всего мира и целостность «я». Отсюда неизбежно сознание бессмыслица существования, которое греками, с одной стороны, воспринимается как свобода, а с другой стороны, воспринимается как трагическая участь. Я думаю, почти любая культура имеет сторону, как сказать, сторону торжества и сторону трагедии. И язычество не исключение. Торжество, с одной стороны, с другой стороны, трагическая участь. Отсутствие смысла. Греки об этом пишут трагедию за трагедией. Одна из самых известных – это Египт-царь. Знаете сюжет? В одном из греческих городов жил царь Лай. Ему было предсказано. И у него родился сын. Когда у грека рождается сын или происходит какое-то важное событие, он идет в храм, чтобы узнать свою судьбу. Все-таки постоянно в трудные обстоятельства, в важные моменты обращаются к судьбе. Он приходит в храм Аполлона, в храм Аполлона и получает ответ. Радуйся. 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 что это не пугалка для лая, он грек. Это судьба. Его судьба, его лая судьба, подгибнуть от рук сына. Может ли быть более страшная участь? Лай восстает на судьбу. Лай восстает на судьбу. Еще раз прошу это заметить, потому что это не гадалка погадала. Он понимает, что судьба – это неизбежность. Но он восстает на судьбу. Он просит старого слугу отнести ребенка в лес и убить. Скажите, он делает это из страха? Лай делает это из страха? Он делает это, чтобы не видеть судьбу? Чтобы сделать ее осмысленной, потому что нет смысла. Нет Бога отцеубийства и Бога кровосместительства. Это хаос. То есть бессмыслица. У чего боятся греки, чего боятся греческие боги – это хаос. Есть противоположность Бога и хаоса. Бог – это смысл, а хаос. Лишеный смысл. Так вот, то, что узнает Лай в его собственных глазах – хаос. Если дети будут убивать родителей, то это, конечно, метафора хаоса – это действительно хаос. Это драматическое выражение без смысля судьбы. Старый слуга отводит, относит младенца в чащу, но у него не поднимается рука на младенца, и он малодушничает, он оставляет ребенка в лесу, но прекрасно понимает, что он погибнет. Его подбирают пастухи случайно и воспитывают как своего ребенка. Дают ему имя Эдип. Эдип растет в сознании, что вот эти пастухи – его отец и мать. когда он приходит в возраст, он идет туда же, в храм Аполлона, и получает ответ – радуйся. А, кстати, почему радуйся? Почему Лаю сказали – радуйся, твой отец, свой сын убьет тебя? Идипу сказали – радуйся, ты рожден, чтобы совершить самое страшное преступление. Ты убьешь своего отца, женишься на матери, и твои дочери будут тебе сестрами. Почему радуйся? Есть филологическое объяснение, я о нем не буду, а смысловое объяснение в том, что это судьба. Понимаете? Это судьба. Это неизбежность. Это то, что надо принять. Идип, в свою очередь, восстает. Причем он уже не безумен, чтобы буквально восстать на судьбу. Он не гордец. Он бежит от судьбы. В данном случае он бежит из отчего дома. в путешествиях он встречает кавалькаду всадников, случайная ссора, он убивает одного из них и скрывается. Как вы понимаете, это был царь Лаи. Сивы, этот город, в то время находились под властью сфинкса, который загадывал загадку, никто не мог ее разгадать, и тогда человеческие жертвы приносились сфинксу. Это была страшная напасть на город, и когда Эдип пришел к сфинксу и разгадал загадку, и сфинкс сгорел, его сделали царем, и он женился на вдовствующей царице, и родил двух дочерей. И после этого на Фивы обрушился страшное несчастье, засуха, люди умирали от голода и болезни, и когда обратились в храм Аполлона, был ответ «Беду ищите на самом верху». И тогда царь Эдип стал пытаться понять, что происходит, отыскался старый слуга тот самый, который по верным признакам узнал в нём брошенного мальчика. И узнал Эдип, что он убил отца, женился на матери, и узнал Эдип, что его дочери его сёстры. Вот типичный сюжет, когда герой восстаёт на судьбу и гибнет. Он ослепил себя и ушёл в путешествие, но как бы погиб. Обычно сюжеток просто погибает, но это действительно всё равно. Усофокла это первая часть трилогии, там он дальше ещё путешествует, Эдип. Но мы изучаем сейчас негреческую литературу, вот, а поэтому ограничимся этой первой и самой, наверное, важной частью трилогии. Судьба сбывается. Посмотрите, что происходит. начинается трагедия с момента, когда Эдип узнаёт, Лай, потом Эдип узнаёт, герой, в общем, узнаёт судьбу. Узнать судьбу это особенное место. Это момент, когда ты не только персонаж текста. Вот есть книга судьб, скажем, да? книга судьбы. И там написано про тебя. И вот ты как бы открываешь эту книгу, когда звучит пророчество, ты открываешь книгу, как бы открываешь её и читаешь о себе. До сих пор ты был просто персонажем, то есть ты с неизбежностью осуществлял то, что тебе неведомо, написано в книге судьбы. Ты не знал этой книги, не видел этого текста, но ты с неизбежностью осуществлял то, что написано. Ты как бы актёр, играющий, ты персонаж. Персонаж того текста, который об авторе ничего не знает и самого текста не знает. А вот момент, когда ты открыл, скажите мне, ты только персонаж или от счастья автор. Как вы думаете? Ну, наверное, автор тоже. Потому что ты знаешь, в каком моменте. ты и здесь, и здесь, согласитесь. Ты читаешь про себя, что ты убьёшь отца, и ты это читаешь, и к этому относишься. Если ты не знаешь текста, согласитесь, определение бесполезное. Чувство авторства не возникает. Ты неизбежно осуществляешь текст, о котором ничего не знаешь. А вот это пророчество, вот оно перед тобой, текст открыт. Понятно, что у тебя возникает соблазн авторства, на который герой так и реагирует, он пытается стать автором. То есть изменить судьбу, переписать. Если там очевидная бессмыслица, то это оскорбляет сознание человека, да? И он пытается осуществить какой-то свой осмысленный план, нести смысл. Еще раз, переписать не сделать участь лучше. Это привнести смысл. Что в итоге? В итоге хаос торжествует, бессмысленная судьба осуществляется. А зачем греки так поважно узнавать свою судьбу? я не знаю. Я не знаю. Да, людям до сих пожел интересны. Можно предположение, может быть, потому что они хотят как раз-таки в свое бытие внести какой-то смысл, поэтому хотят узнать судьбу и как-то ей противостоять, но ничего не получается. Вопрос хороший, действительно, и мой ответ тоже хороший, потому что действительно как-то странно, если судьбу нельзя изменить, то зачем ее знать? Зачем в самом деле эту книгу открывать, если ничего все равно не изменится по определению? Но, тем не менее, греки это делали, и наше предположение заключается именно в этом, чтобы хоть как-то быть причастным к своей жизни. Ведь судьба это смысл, а у греков она слепа, и у зычников иначе быть не может. В конце пути герой герой узнает свою настоящую судьбу. Он ее узнает, он к ней приходит. Понимаете, как интересно? Она ему сначала была объявлена, он поднялся на нее и в конце пришел к ней. То есть окажется, он бежал не от нее, а к ней. Вы понимаете, какая насмешка над человеком? Какая злая, чудовищная насмешка. Эту насмешку можно выразить так. Ведь что толкнуло Эдипа к судьбе? к убийству отца и к разместительству. Его толкнуло знание судьбы. Попытка авторства, попытка убежать от судьбы именно и привела к судьбе. Не зная он, не ушел бы он из отчего дома. То есть из того дома, который он считал отчим. И ничего бы не было. Это можно выразить таким образом. Есть условно разумеется, есть две книги судьбы. Одну книгу ты открываешь и узнаешь свою участь. А в конце ты открываешь книгу еще раз и узнаешь уже настоящую судьбу. Эти две книги одинаковые. Он сначала прочитал и в конце убедился. Дважды открывает книгу. и чем отличается одна от другой. Там совершенно идентичные тексты. Было написано, что убьешь отца и так далее. И осуществилось именно это. Скажите, в чем разница три групп нет? Ну, может быть, первое это то, что нас еще ждет и у нас есть шанс изменить это и как-то бороться, а второе нужно для того, чтобы мы открыли и убедились, не может ничего изменить. Как бы ты ни бежал, ты все равно к ней придешь. Все так. Но поэтически это выражается следующим образом. Во второй книге написано то, что ты откроешь первую книгу и это приведет тебя к судьбе. Понимаете, какая насмешка? Во второй книге или в книге открытой во второй раз появляется то, что тебе на роду написано, открыть книгу и это приведет тебя к судьбе. Именно это. То есть твой бунт против судьбы входит в твою судьбу. Оказывается, ты обречен на бунт и бунт как раз и приведет тебя к судьбе. Согласитесь, это очень чудовищная насмешка на человека. кто-то на небе хохочет в полное бунт над нами, которые хотят внести смысл, над нами язычниками, которые хотят внести смысл судьбу. Так греки понимали трагичность многобожия своего. Это ведь очень интересно, не мы их осуждаем, это была бы одна история, довольно скучная, что мы находим у них недостатки, видим их неполноту, со своей высоты, невозможность непостижимая, судим и осуждаем греков, указываем на их неполноту и быть сами греки это делают. Ведь не боги же писали греческие трагедии, так что сами греки не думали. Греческие трагедии писали люди, греки, язычники, которых весь народ признавал за лучших. Это самую высокую форму искусства. Поэтому еще раз греческое самосознание, языческое самосознание двойственно, оно с одной стороны торжествует, а с другой стороны сознает свою трагичность. Это трагическое сознание по преимуществу. У Пушкина есть одно небольшое произведение, которое все знают с детства, которое воспроизводит греческое самосознание, как бы структуру греческой трагедии. Ну-ка. Может быть, я не спорю, я никогда не думал, является золотой петушок воспроизведением греческой трагедии. Может быть, почему так подумали? я понимаю, что я много думал сходу, но в этом что-то есть, не сообразить, что. то есть на царя салтана обрушилась его же, да? Какие цари? Нет, саня не выполнены в условии, он не отдал, что-то там не отдал, и петушок возвращает, чтобы исполнился этот. А, да, условия. Условия исполнился, он как-то вершит правосудие. Ну, по-моему, дочь что-то должен, или ребенка должен был отдать. Что-то он должен был отдать. Ну, любовницу царицу, красавицу написанную. Может быть, мы с хорошей, интересно, о ней можно подумать, но совсем уж прямо, явно, это песня Вечи Маги. Совсем явно, согласитесь, это просто кальф, это Пушкин, просто большой умницей. Он просто понял и воспроизвел саму идею греческой трагедии. Покорный Перуну старик одному, немого грядущего, очень красиво, конечно, немого грядущего вестник. Какова моя судьба, спрашивают, князь. У тебя судьба прекрасна, твой щит будет на вратах царьграда, ты много победишь, будешь счастлив в битвах, но примешь ты смерть от князь своего. Князь открывает книгу книгу и он не трус. Но если ты знаешь, какой смысл не противостоять этому, князь поднимается над судьбой, отсылает коня. именно это и его последние слова «так вот где», так вот оно, что имелось в виду, вот что я прочитал в первый раз, вот что я прочитал и что, и это прочтение привело меня к судьбе. Вот это «так вот где», именно это и означает, что князь тут понимает, когда уже поздно, момент смерти, понимает, как Едип, фактический момент смерти, понимает, что к судьбе его привело бунт против судьбы, что бунт был заложен в судьбе. Насмешка. Насмешка. То есть греки сами понимают, что язычник обречен на слепоту существования. Есть еще вариант противостояния судьбы Богу в другой трагедии. царь Иполит является адептом Богини Охоты. Кто у нас Богиня Охоты? Кто? Диана, по-моему, Богиня Охоты. Да. Диана, он настолько высокий адепт. Нет, не Диана. Ну, что вылетел из головы? Кто там у нас Богини Охоты? Не Диана, не Диана. Ну, пусть назовем ее Диана, хотя, по-моему, нет, честное слово. Богиня Охоты, короче, берет его к себе в колесницу, и они охотятся вместе. Причем к плечу. Настолько он высок. Если каждый Бог воплощает вершину совершенства всякого дела, то Ипполит стоит рядом с богиней Охоты. Глупо забыл. А старый слуга говорит ему, ты великий охотник. охотник. Но почему ты так гордишься, почему ты не отдаешь должное другим богам, почему ты только с богиней Охоты? Не есть ли эта гордость и нет ли в этой гордости опасности. Но Ипполит герой. Ведь богиня Охоты девственница по определению. Мы по своему обиду определению. И поэтому Ипполит тоже девственник. Он не знает любви. И тогда богиня любви Афродита разгневалась на него и привязала свои колесницы и разбила в камни. Он принял страшную мучительную смерть. от руки Афродиты. Почему? Потому что он призрел Афродиту ради Охоты. И Афродита отомстила. И заканчивается трагедия тем, что богиня Охоты говорит, что ж, придет и мой час. И мы понимаем, что будет адепт любви, великий любовник, любовник самой Афродиты, он обязательно будет. И его настигнет стрела. Месть другой богини. Чего хочет Аполит? Аполит хочет пойти по пути, который дает смысл. Потому что если богов много, то смысл можно обрести в рамках одного бога, забыв о других. Если их много, то смысл ты не найдешь, ты обречен на бессмыслицу. Но есть выход, для героя, разумеется. Для героя есть выход. Это замкнуться в одном боге, который и будет миром. Если мир описан только одним языком, языком любви или языком охоты, то смысл остался, смысл есть. Ипполит взыскует смысла и гибнет. Еще одно развитие того же, подчеркиваю, того же самого сюжета герой и многобожий. В таком случае судьба не выступает, но герой и многобожий. Мы должны понять с вами, что язычество это целая картина. В нем все на своем месте. Если многобожие, то боги равны и разнодушны друг к другу. Если многобожие, то судьба слепа. Если многобожие, то нет воздаяния. Что такое воздаяние? в русском языке в обычном потреблении. Может пожертвование? Нет. Награда за правильный выбор решений? Совершенно верно. Воздаяние это наград, это посмертная награда. Это награда, ну, может, не посмертное воздаяние тоже быть, но обычно слово воздаяние используется как обозначение посмертной награды или наказания. А есть для язычника воздаяние? Конечно, нет. Если слепа, то где заслуга и где порог? Излавить нет. Поэтому, например, в греческом аиде все, у всех одна и та же участь. Они тени маются в аиде. Одна участь. И одно слово грека лучше быть первым на земле, последним на земле, чем первым в аиде. У всех одно участь. Греки плачут по покойнику, а, скажем, славяне торжествуют, празднуют, потому что человек уходит не в то место, где вечная печаль, а, наоборот, в лучший веселый мир. Но у славян плачут, у греков, у славян смеются, у греков плачут, но и у славян по всем смеются и радуются, исправляют веселую трижну с вином, а у греков по всем плачут. Участь одна. Поэтому отношение к судьбе и отношение к смерти опять же вытекает просто из смысла слова надобор. Это целостный завершенный мир, где все на своих местах. язычество ищет бытие, а бытие может быть только единый бог и единый мир. язычество действительно ставит вопрос о бытии, потому что каждый отдельный бог есть сущность, у него есть имя, афродита это любовь, а любовь это сущность, арыс это война, война это сущность и имя. У каждого бога есть сущность и имя, но как определенный бог он решен бытие. Бытие можно было бы искать только в едином боге и в едином смысле, а этого у греков как раз и нет. Но интересно не это, интересно то, что они сами осознают, собственно почему предпосылка это, потому что они сами осознают недостаток бытия, неполноту, невосполненность бытия. В многобожие вопрос бытия только поставлен. Вопрос стоит, бытие ищут, без бытия понимают, что жить невозможно, но это бытие может быть только единстве, чего язычестве не может быть по определению. как раз в этом смысле язычество является предпосылкой философии. И именно предпосылкой. Вопрос стоит, но на него еще нет ответа. И сами греки, как вы видите из ткани трагедии, сами греки понимают это как действительно мучительный вопрос. Именно вопрос бытия. Все хорошо, все боги пристареют совершенству в каждой области, в каждом смысле. Человек свободен от, может быть, адептом любого бога, свободен от внешней оценки и ненужных по существу ценностей, но нет бытия. Греческая трагедия это об отсутствии бытия. Только в едином смысле, наверное, человек может это бытие найти, это бытие обрести. Но теперь следующая тема наша – начало философии или первая греческая философа. теперь мы приступаем к философии «велком». Добро пожаловать. Ну, видите, начало философии очень по-разному определяется. Но у нас курс все-таки основ философии, поэтому мы начнем с места, где уж философия точно началась. Аристотель самый великий греческий философ и завершитель греческой философии Аристотель начинал философию с пифагорейских общин. Пифагорейские общины – это собрание собрание людей, которые жили вместе, молились вместе, ели вместе и занимались математикой. геометрия. Как я уже говорил, для самого Петлогора геометрия была образом жизни. И отсюда собственно идея возникновения общины. В общину интересно принимали, там только мужчин принимали. Молодой человек, желающий вступить в общину, приходил, его запирали в темной глухой пещере, без еды и как-то он со стен воду, влагу каким-то образом слизывал, практически без воды, на несколько дней и предлагали ему решить задачу, которую представляли как легкую начальную задачу. А на самом деле это была из тех задач, которые были неразрешимы. Одна из тех задач, которая относится к разряду опорий, то есть неразрешимых проблем, неразрешимых задач. Молодой человек промучивался без света воды и еды, выходил и признавался беспомощности. И все начинали над ним издеваться. Окружали его и начинали издеваться. Дурак, ты последний, что-то такую простую задачу, не решил, куда ты пришел, зачем ты пришел. И молодой человек со слезами на глазах, измученный совершенно голодом издевательствами, уходил или оставался. Если он оставался, то его принимали. Это как раз и значит, надо не изучать геометрию, а быть геометрией. То есть забыть о своем «я» и починить его геометрию. В пифагористских общинах было очень много мистики, о ней мы говорить не будем. Она сама всегда очень интересная, о ней мы говорить не будем. Мы будем говорить не о мистики, а о философии, которая возникла в пифагористских общинах. Но почему там? Наверное, потому что математика была одной из самых обсуждений, на самом деле, абстрактной наукой и в этом смысле более близкой к философии. В пифагористских общинах не было принято авторство. но как вы видите из характера приема в эти общины авторство не было в чести. Поэтому выходили совершенно из этих общин совершенно гениальные геометрические построения, находки, открытия, но никогда нельзя было сказать, ну или почти никогда нельзя было сказать, кто автор их. и тогда можно, но часто нигде. В конце концов именно там возникла идея абстрактного бестелесного числа. Давайте представим такой условный диалог. Пифагор спрашивает у ученика, скажи, ты знаешь, что такое два? Вчера отвечает, конечно, знаю, ну, член пифагорейской общины. А ты точно знаешь, что такое два? Ученик обижается. Говорит, ну, разумеется, я знаю, что такое два. А тогда, просит Пифагор, объясни. Ты же понимаешь, что если ты понимаешь, ты можешь объяснить. И ученик довольно смело начинает говорить, два это вот две лошади. А я тебя спрашивал, что такое две лошади, я спрашивал тебя, что такое два. Ученик холодеет, и уже без всякого энтузиазма говорит, ну, это вот два куста. И сам понимаешь, что говорит ерунду. Оказывается, он не может указать на два, не может объяснить, что такое два, путем указания. и тогда ученик понимает, что есть смыслы, которые не имеют предметного вида. Что его ясное понимание двоичности двух лишено образа. Что есть смыслы, как согласно говорят, чистые, то есть лишенные представления. я ясно понимаю, совершенно отчетливо понимаю, что такое два, и при этом ничего себе не представляю, не воображаю, не вспоминаю, не наблюдаю. у грехов есть очень красивое слово для этого эйдос. Эйдос это чистый смысл без представления, без образа. оказывается, число существует двумя способами, предметным и беспредметным. счетом детей в школе учат счету? На пальцах. Конечно, на пальцах, на палочках, одна палочка, одна палочка, две палочки, один кружочек и другой кружочек, два кружочка, но в какой-то момент ребенок говорит, а пошли вы сложите палочками кружочками. Я и так ясно понимаю, что один и один будет два. Что произошло? Ребенок перешел от предметного счета к эйдетическому счету, то есть к чистому счету, без представления. Что такое предметный счет? Это когда для меня два, это два кружочка. Или два, это две палочки, это предметный счет, и он возможен. Так животные считают в цирке. Обезина может до 50 засчитать, если умная, конечно. Собака покажет четыре кружочка, она четыре раза тявкает. Считает, ну считает, что на своем языке она говорит. Мы на своем лепечем, она на своем. Четыре кружочка собака сочетала. Возникает у нее элитический чистый счет? Рядно. Точнее нет. И это можно убедиться. Потому что научил собаку считать кружочки, вы захотите перейти к квадратикам, и вам придется начинать заново. Потому что собака сама не перейдет от кружочков к квадратикам. для собаки четыре это четыре кружочка. И она это очень хорошо знает. Никогда не ошибается. Но с квадратиками надо перейти заново. Это как раз и означает, что животные никогда не совершают этого перехода от предметного счета к без предметного счета. понятные это? И когда пифагорейцы различили предметный и непредметный счет, они тем самым различили два рода бытия. Это действительно два рода бытия. Это Это не стакан и икрушка, а это предметный род бытия и беспредметный род бытия. Оказывается, число можно мыслить предметно и чисто, элитически, без образа. А когда мы соотносим два рода бытия, это значит, что мы входим в философию. Ибо философия – это наука о бытии. Или, как мы с вами сказали в прошлый раз, о разных родах бытия. Итак, мы мыслим два, и мы ясно понимаем, но при этом у нас в голове ничего не возникает. Или возникает, признавайтесь. Ну и хорошо, ну и слава. Значит, и говори. Поэтому, если кто-нибудь скажет, что возникает, то что тут делаешь? Ничего и не сделаешь. А скажите, эйдос двух сложнее, чем эйдос одного? Нет, одинаково. Одинаково, именно потому что беспредметные. Два яблока сложнее, чем одно. Сложнее, в том смысле, что части есть, больше частей. В самом простом смысле слово «сложность». Потому что есть части, больше частей. Поэтому два яблока сложнее, чем одно. Но два не сложнее, чем одно. Итак, первое свойство эйдосов. Они просты. Они просты. Эйдос – это смысл без образа. И первое свойство эйдосов. Эйдоса – он прост. Эйдос 10 не сложнее, чем эйдос одного. И второе свойство эйдосов. Они всегда достоверны. Пифагор говорит, можно не мыслить. Но если ты мыслишь, ты мыслишь истинно. Если ты возьмешь яблоко и яблоко, то ты можешь сказать, что их три. Мало ли, у тебя там двоится в глазах или что-нибудь еще. С предметами можно запутаться. Но если ты мыслишь без предмета, ты мыслишь достоверно. Достоверно. Еще раз. Можно не мыслить сколько угодно. Можно всю жизнь прожить и ни разу не оказаться в области чистой мысли. Можно не мыслить. Но если ты мыслишь, ты мыслишь достоверно. Истинно. Что такое чистая мысль? Без образа. Когда вы мыслить два, возникает два яблока в голове? Теперь да. А пожалуйста, пусть возникает. Но вы же понимаете, что два это не два яблока. Да. В этом все дело. Для примера вы можете выбрать себе для удобства просто. Как насчет их считает. Можете представить два яблока. Особенно если сложная задача, что мы обычно так и делаем. Мы берем пример. Это проясняет дело. Но мы прекрасно понимаем, что пример не суть дела. И что два яблока это только пример двух. Так же, как и два апельсина. А два это не два яблока и не два апельсина. И когда мы это понимаем, это и называется эйдос или чистая мысль. То для своего существования два не нуждается в двух яблоках. Два яблока можно себе представить, но это будет пример. А не сама по себе двоичность. В уроке геометрии учитель говорит, возьмем треугольник и рисует треугольник для наглядности. Но самый последний двоичник сопливых пятиклассников при этом прекрасно понимает, что учитель нарисовал, что учитель имеет в виду не этот треугольник, а любой треугольник. Треугольник вообще. Это все понимают. Хотя учитель рисует конкретный треугольник. Учитель говорит, возьмем треугольник, и все понимают, что он имеет в виду не этот треугольник, который нарисовал. Нарисовал вообще какой-то конкретный треугольник. Равносторонний, равнобедный, там еще какой треугольник. Но он говорит о треугольнике как таковом, который неравнобедренный и равносторонний. Он имеет в виду эйдос треугольника. Всякий последний ученик двоичный понимает, что он нарисовал пример. Взятый для удобства. А работаем мы, и наши выводы относятся к любому треугольнику, а не только к тому, который он нарисовал. Вот это и называется чистая мысль. Сам учитель геометрии, конечно, не понимает, что происходит в классе. Потому что он учитель геометрии, а не учитель философии. Но он это делает. Он уверен, что все поняли, что он говорит не о том треугольнике, который он нарисовал. Когда мы понимаем, что образ – это пример эйдоса, это и значит, что мы понимаем, что такое эйдос. Я поняла, что вы имеете в виду по поводу эйдоса, но если абстрагироваться от математики, например, говорить про мысль как раз и философскую, то, что является ее эйдосом. А с этого мы начнем в следующий раз, хорошо? Хорошо. С этого мы начнем в следующий раз. А сейчас я закончу с числом. Поскольку мы начали с бифагорицов, закончу с числом. Скажите, два яблока – это, конечно, не два. Только пример двух. То есть эйдос не существует в вещах. Иначе бы мы не отличили два от двух яблок. Если бы эйдос существовало в вещах, для нас два было бы двоя, как для животных. Как для собаки цирковой? Для нее два – это два кружочка. И все. Про квадрат она ничего не знает. Квадрат она считать не может. Для нее действительно эйдос существует в вещах. Для нас нет. Мы все одинаковые группы все понимаем, что два яблока – это, например, два. Две груши – это, например, два. А два человека – еще один, например, двух. И все эти предметные двойки – не то же самое, что сама по себе двойка. А скажите, может быть, тогда число существует в знаке, в цифре? Может быть, число неотделимо от цифры? Да, наверное. Можно представить себе. Можно просто запятой. Это же просто абстракция, которую сам придумал человек, как ее писать, как ее называть. Умница, конечно. Дело в том, что один и тот же эйдос, этот двоичный, если можно представить римским образом, или арабским, или просто вот так, или как-то так. Запятой, совершенно верно. Можно запятой, можно написать два словами, буквами. На каждом языке это звучит по-разному. Да. Но вы сразу поймали, что знак ближе к эйдосу, чем вещь. Знак ближе к эйдосу, чем вещь. Поэтому эту интуицию мы можем выразить так. Знак не то же самое, что чистая мысль. Но знак относится к мысли, как тело в душе. Вот душа не может без тела. Возможно, что и смысл невозможен без знака. Но, тем не менее, смысл не то же самое, что знак. И идея двоичности не то же самое, что вот этот, или вот этот, или еще какое обозначение. Но это и значит, что душа не может без тела, но тело не то же самое, что душа. Даже при том, что не может, все-таки мы не можем отождествить душу и тело. И поэтому мы не можем отождествить смысл и знак. Смысл и его обозначение. При том, что вполне вероятно, логично предположить, что смысл без знака не существует. Но тогда знак – это тело, смысл, а смысл – это душа, знак. У нас возникли три реальности. Смысл, вещь и знак. Можно нарисовать себе треугольник, он называется семиодический треугольник. Смысл, вещь и знак. Этот треугольник задает, собственно говоря, человеческий мир. Тот мир, в котором человек живет. Перед человеком есть вещи, иначе говоря, образы. В человеке есть смысл и в человеке есть знак. Это то, чем живет человек. Это, если угодно, весь человеческий мир. Весьма кратко представлен. Смысл, знак и вещь, и образ. Но о том, есть ли смысл за пределами математики, начнем в следующий раз. Все на сегодня. Спасибо.